Ненецкий округ готовится к приему высоких гостей на Международном арктическом форуме, который пройдет в Наринмаре с 5 по 7 августа. О подготовке важной встречи узнаете совсем скоро. Бюджетные средства, выделенные на развитие села, расходуются неэффективно. Пересмотреть целесообразность расхода бюджета и разносторонне рассмотреть все проблемы посоветовал глава региона Игорь Кошин на очередном заседании администрации. В качестве вещдоков теперь будут хранить фотографии или видео, а сами они будут возвращаться законному владельцу. Президент страны внес поправки в Уголовный кодекс. Международная встреча представителей государств, членов Арктического совета и стран-наблюдателей Арктического совета, а также представителей зарубежной научной общественности пройдет в Наринмаре с 5 по 7 августа. Организационные моменты проведения международного форума обсудили на очередной планерке у губернатора. На мероприятие прибудет много гостей, в их числе полномочные послы иностранных государств Российской Федерации, представители президента России и правительства. Также участниками встречи станут представители мировой научной общественности из Финляндии, Кадады, Дании, Норвегии, Швеции, Китая и других стран. Кроме того, участие в форуме подтвердили несколько губернаторов северных субъектов России. Так, в столицу округа приедут в Рио губернатора Мурманской области, губернатора Архангельской области, в Рио главы республики Коми и губернатор Ямало-Нинецкого округа. Для гостей готовят насыщенную программу, в которую входят посещение объектов Варандейского нефтяного отгрузочного терминала и платформы «Приразломная». Кроме того, участники встречи могут познакомиться с жизнью региона в культурно-деловом центре. Создается выставочный комплекс, который будет включать в себя все стороны арктической жизни. Комплекс состоит порядка из 20 выставок различной направленности, начиная от литературы и нормативно-правых актов на языках коренных народов Севера до выставочных экспозиций крупнейших недропользователей и промышленных объединений с макетами и вплоть до макетов беспилотных летательных аппаратов, которые будут применяться в Арктике. У нас здесь все готово, отрабатываем и с Минрегиону развития, и с Советом безопасности. Также в рамках встречи пройдет международная конференция «Актуальные проблемы устойчивого развития и обеспечения безопасности в Арктике». Участники обсудят вопросы обеспечения безопасности национальных информационных структур, тенденции развития и особенности государственной поддержки коренных народов Севера, обеспечения безопасного освоения богатств Арктики, а также возможности использования Северного морского пути для перевалки грузов. Вопросы развития села на территории Ниницкого округа до 2025 года были рассмотрены на очередном заседании администрации. Средства, выделенные из окружного бюджета на эту программу, расходуются неэффективно и необходимо пересмотреть целесообразность расхода бюджета. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин. По словам начальника управления строительства и ЖКХ Валентины Саудиной, программа, субсидирующая строительство муниципальных объектов на территории села в округе, выполнена на 53%. Данные показатели вызвали недовольство у главы региона Игоря Кошина. По его словам, расходование бюджетных средств неэффективно. Так, например, школа строится на 300 учеников, в то время как фактическое их количество не превышает 200. Мы либо занимаемся эффективностью расходования бюджетных средств, либо не занимаемся. А превращаться в... там, проверять командировочные, никому это не нужно. Я об этом говорю постоянно, еще будучи в собрании депутатов. Прежде всего, эффективность расходования бюджетных средств. По словам главы администрации Игоря Кошина, прежде чем принимать решения и подобные программы, необходимо иметь всю информацию и разносторонне рассматривать проблемы, связанные с той или иной целевой программой. Александра Бабрякович, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Вместо денег в качестве вещдоков хранить теперь будут только фотографии и купюр. Президент страны внес поправки в Уголовный кодекс. Они предусматривают новый порядок передачи на хранение вещественных доказательств. Смысл таков. Улики полицейские отныне будут фотографировать или снимать на видео, а затем возвращать законному владельцу. Удобно и просто, уверяют правоохранители. Ведь, по сути, самым большим неудобством для пострадавших от экономических преступлений является заморозка собственных денег, которые проходят по делу. Все финансовые средства изымаются как улики и хранятся на протяжении всего расследования, которое нередко затягивается на годы. С той же самой проблемой сталкиваются потерпевшие, проходящие по уголовным делам о мошенничестве. Кстати, упрощается теперь и волокита с громоздкими уликами, которые не могут храниться при уголовном деле. Они теперь также будут фотографироваться, а затем опечатываться и передаваться на хранение. В большинстве случаев такие вещдоки хранятся у самих владельцев товара. Им лишь запрещено его продавать до судебного приговора по делу. К материалам же уголовного дела теперь будет приобщен только их образец, достаточный для сравнительного исследования. Еще одной инновацией, подписанного президентом закона, является то, что собственник вещдоков теперь сможет участвовать в судебном разбирательстве, где решается вопрос об их реализации или уничтожении. Теперь мы придемся на рекламную паузу, и вот что вы увидите далее. Сотрудники предприятия «Наринмарстрой» вынесли свои предложения в проект концепции развития Нининского округа до 2025 года. Какие вопросы волнуют представителей строительной отрасли? Реестр недобросовестных поставщиков пополнили две компании. Централизованный строй заказчик расторгнул четыре госконтракта. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Продолжаем выпуск. За полгода в Нининском округе построены более 4,5 тысяч квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. Как сообщает Росстат, в первом полугодии сдано почти на 22% меньше жилых зданий, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по стране вот в эксплуатацию жилых домов вырос на 30%. 19 жилых зданий, введенных в эксплуатацию в первом полугодии, являются индивидуальными. В целом по России доля индивидуального домостроения составила в январе-июне 47%. 100% она оказалась только в нашем округе и Магаданской области. За полгода в округе введено в эксплуатацию три нежилых здания общей площадью 814 квадратных метров. Два административных и одно промышленное. Предприятия Наринмара обсуждают и вносят свои предложения в проект концепции развития Ненинского округа на ближайшее десятилетие. Организация Наринмарстрой не осталась в стороне. На совещании сотрудники предприятия во главе с директором обсудили проект. В первую очередь предприятие Наринмарстрой заинтересовано в создании дорог, как в самом Наринмаре, так и за его пределами. Качественная дорога до Усинска позволит удешевить и ускорить процесс городостроительства в Наринмаре. Также сотрудников Наринмарстрой волнуют вопросы повышения уровня жизни граждан и благоустройства города. Ну и естественно, нам интересно, значит, это первое, естественно, это строительство дорог, да, это самое, Наринмар, Усинск, более удобные транспортные схемы, естественно, это доступное жилье, вот, значит, это будет обсуждаться. Ну и понятно, что людям просто хочется и жить хорошо, да, и комфортно, это самое, значит, это обеспечение квартирами. Это достойная зарплата, ну и простота, удобство жизни. Архангельская компания «Стройэлемент» и Наринмарский альфа-сервис включены в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняло Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненинскому округу. С обращениями о включении двух компаний в реестр 8 июля обратился центр «Стройзаказчик». «Стройэлемент» по госконтракту в марте этого года должен был сдать в эксплуатацию двухквартирный жилой дом в поселке Индига, а в августе три жилых дома – трехкомнатный и два – четырехкомнатных в Налименомносе. В свою очередь, альфа-сервис должен был 31 июля ввести в эксплуатацию двухкомнатный жилой дом в поселке Налименос. Однако компании не предоставили заказчику календарный план выполнения работ. Строительство объектов так и не началось. В этой связи центр «Стройзаказчик» принял решение об одностороннем отказе от исполнения четырех контрактов. Согласно федеральному закону, организации, которые занесены в реестр недобросовестных подрядчиков, два года не смогут участвовать в государственных и муниципальных закупках, причем на всей территории Российской Федерации. Сейчас мы переремся на рекламную паузу, и вот что вы увидите далее. А завораживающие игрители височных лошкарей теперь знают и в Европе. Образцовый ансамбль покорил испанцев. Ребята стали одними из лучших на международном конкурсе. Не пропустите подробности. Вы давно были в кино? Подарите себе удовольствие просмотра фильма в современном кинотеатре «Синего Стар». Приходите всей семьей, приходите парами и компанией. Огромный экран, более 20 квадратных метров, кресло премиум-класса, новейшая аппаратура, акустическая система Dolby Digital, новинки мировой и отечественной кинематографии. К услугам посетителей кинобар с попкорном, чипсами начо с различными напитками, бесплатным Wi-Fi. Кинотеатр «Синема Стар», поселок искателей «Губкина 5В». Желаем вам приятного просмотра! Продолжаем выпуск. Грандиозные планы по восстановлению древнего города Пустозерска внесли коррективы. Напомню, в начале июля делегация окружной администрации побывала в Устье и поставила под сомнение целесообразность возведения исторических построек в 20 километрах от города. Дорог нет, коммунальной инфраструктуры нет. Содержание комплекса в удаленной деревне будет стоить немалых денег. Поэтому решено было пододвинуть культурный объект поближе к туристам и благам цивилизации. Программой создания музейно-туристического комплекса Пустозерия было предусмотрено строительство пятибашенного острога и дома жителя Пустозерской волости. Все это предполагалось построить в деревне Устье. Сегодня в эти планы внесли изменения. Содержание объекта, который в принципе оторван от столицы, от транспортных путей, наверное, это не имеет в данной ситуации определенного смысла и не сможет реализовать те задачи, которые были поставлены перед ним. Было предложено рассмотреть возможность переноса данного проекта в другое место. В другое место перенесут целый комплекс построек, а именно пятибашенный Пустозерский острог. Предварительное решение по этому вопросу уже приняли и даже место выбрали рядом с туристическим культурным центром. Переговоры с подрядчиком уже ведутся, но о срока строительства специалисты пока не говорят. Сгоревший три месяца назад деревянный дом номер 9А по улице Строительной так и стоит напоминанием о случившемся несчастье. Жители соседних домов каждый день наблюдают неприятную картину. Но дело не только в неэстетичном виде руин. Проходить рядом с погорельцем небезопасно. И самое главное, в дом с легкостью может попасть любой желающий. К слову, дети уже сделали его местом своих игр. Никаких ограждений снаружи нет. Попасть в сгоревшее строение можно очень просто – через открытые двери. Жители соседних домов уже не раз замечали детей, бегающих по аварийному зданию. А в начале учебного года развалины могут стать местом исследований учеников школы номер 5, которая находится в близком соседстве с погорельцем. Хотя попытки заколотить окна были, а управляющая компания даже обнесла его лентой. Говорят жильцы соседних домов. Такая окна, они заколотили все равно, там разбивает все. Там лазит, мы видели. Ну, забивали обычно сами жители, которые сихли. А управляющая компания вообще обгородила лентой и все, больше ничего не сделала. Управляющая компания, служба заказчика от комментариев о судьбе погорельца отказалась. Когда жители улицы строительно избавятся от опасного соседства, а главное, кто должен заняться ликвидацией развалин, мы узнали в городском управлении строительства и ЖКХ. Оказалось, чтобы снести аварийный дом, надо получить немало согласований и разрешений. На заседании межведомственной комиссии мэрии вынесли постановление. Дом надо снести. Следом, поздно отзор подтвердил факт отсутствия состава преступления. А далее следует этап оформления жилья в собственность муниципалитета. Там, по-моему, из 12 квартир 10 находятся в частной собственности. Отсюда следует, что должны быть подписаны договором мены, и тогда мы вот после этого имеем полное юридическое право дом сносить. Сегодня городские чиновники ждут изменения в окружную программу, которая разрешит снести дом. Как только это случится, его ликвидируют, но не сразу. Пока объявят аукцион на работы, пока снесут, не раньше, чем через два месяца, говорят специалисты. Во всех городах России при въезде нас приветствуют либо таблички с названием города, либо специально установленные стелы. Это лицо города. В Наринмаре стелы при въезде в город со стороны аэропорта восстановлено и радует глаз жителей и гостей Заполярной столицы. Стелла содержится на балансе управления городского хозяйства. Как сообщили специалисты, работу по реконструкции стелы выполнило общество с ограниченной ответственностью «Бум». Теперь каждому жителю и гостю нашего города будет приятно сфотографироваться на фоне памятника. Главное теперь сохранить его в таком виде. Необычные, единственные и неповторимые. Телевисочные лошкари покорили Европу. На международном конкурсе «Брависсимы» в испанской Барселоне образцовый коллектив стал лауреатом первой степени. Члены жюри от выступления ребят и их таланта были в восторге и говорили, что подобного никогда не видели. В адрес лошкарей от европейских экспертов звучали десятки признаний. Их концерты хотят видеть везде. Олег Катанзейский отправился в Телевиску, чтобы узнать, в чем секрет русского народного инструмента. Поехали! Казалось бы, ну что тут сложного? Стучишь себе ложками под музыку, вот тебе и весь секрет игры на русском инструменте. На самом деле это настоящее искусство. Сложное, необычное и даже травмоопасное. Без мозолей на пальцах и синяков на ногах со сцены не уйдешь, уверяют музыканты. Вот так вот ни в коем случае, вот так вот не набить. Звук глушится сразу? Ну я вот бью. Вот, да. Вот по этой части ложки набить. Вот по этой. Честно, больно на самом деле. Да, больно. Я поэтому ложки полегче предпочитаю. Сидяки страшно добиваются, да. В этом плане не очень комфортно. Чтобы научиться играть на ложках, необходимо иметь особый слух, а еще ловкие пальцы. Ведь участники ансамбля порой одновременно держат в руках по четыре, а то и больше ложек. Причем не просто держат, а виртуозно ими владеют. Справляются далеко не каждый, поэтому в коллективе только самые лучшие. На то он и образцовый. Это как ритм, как ударник в группе. Тоже нужно соблюдать все меры и звук. Быть похожим на остальных в группе. Бывает, ложки ломаются, бывает, что-то выскочит, выскользнет. Но от волнения все бывает чаще всего. Расписные, дубовые и даже кокосовые. На каждый вид ложки свой герой. Одни предпочитают обыкновенные из сосны, другим подавай дубовые. Они потяжелее, их в руках держать удобнее. Да и звук у них особенный. Такой русский и неповторимый. Мне кажется, что ложки это просто русский дух пропитан, в ложках весел. И когда выезжаешь, видишь игру на ложках, сразу понятно, что русские играют. Святослав Дуркин самый опытный в ансамбле. В почетных ложкарях он с основания коллектива. То есть уже 11 лет. На русском инструменте играть начал еще в пять. Впрочем, как все начиналось, давно не помнит. И хотя в юноше опыта хоть отбавляй, во время выступлений все равно волнуясь, признается Святослав. Говорит, во время концерта из рук часто выпадают ложки. Бывает, бывает. Очень много раз. И не знаю, что делать, но как-то выкручиваешься с этой ситуацией. Для образцового ансамбля выезд за границу далеко не первый. В прошлом году они были в Болгарии. В этом в Италии, Франции и Испании. В последние стали лауреатами первой степени на международном конкурсе. После выступления ложкарей публика буквально ликовала. И хотя жюри их оценило не по максимуму, приз зрительских симпатий бесспорно был завоеван талантливым коллективом из Тельвиски. И там был такой интересный момент, что все поощряли, ну, дипломаты, те, кто победили, там, лауреаты первой, второй, в разные номинации. И потом у нас спрашивают, как вы считаете, кто гран-при заслужил? И нам было просто приятно, что все, зал сканировал, что ложкари. Сейчас ребята готовятся к очередному выступлению. Оно пройдет в Архангельске, а уже на следующий год ансамбль «Ладушки» ждут на Мальте. Поэтому впереди упорные репетиции и новые постановки, которые в очередной раз покорят тысячи сердец. После небольшого мастер-класса ребята согласились взять меня к себе в коллектив. Правда, сказали, что играть у меня пока особо не получается. Впрочем, задатки какие-то да есть. Ну, действительно, во время вступления чувства непередаваемые. От звука бьющихся ложек мурашки идут по коже. Я думаю, что, может быть, через пару месяцев все же не получится оказаться среди них. Олег Котанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север Тельбиска». Дмитрий Лукевич, телеканал «Север Тельбиска».